Всем привет! Делаю небольшой обзор, что случилось, что изменилось, что не изменилось за последние две недели. То есть сегодня у нас воскресенье, Финляндия уже имеет две недели карантина. Что сказать? Девять человек умерли, 22 человека находятся в реанимации, и более тысячи человек имеют уже тест, который показывает, что у них коронавирус. В моем конкретно городе, как мне сказал вчера врач, девять человек имеют коронавирус, официально тест показал, и они находятся все дома, дома на карантине. Большая часть зараженных, умерших, находится в Хельсинки, в районах, скажем так, Хельсинки. Что изменилось? Правительство ввело запрет на пересечение границ в районе Усима. То есть финские новости говорят нам о том, что более 1,7 миллиона человек находятся в изоляции. То есть они не могут выезжать из своего района. Чтобы внести такую поправку, чтобы это утвердить, чтобы закрыть границы, в районе, понадобилось несколько дней, потому как, я правильно понимаю, у правительства не было в описании чрезвычайной ситуации, что делать, что такой вообще пункт, и что вот так вот возможно. Это противоречит, скажем так, свободе, свободного передвижения внутри страны, поэтому правительство делало некоторые поправки, некоторые там исключения в свои законы и прочее. И на это ушло какое-то время. Были новости, что люди из этого района Усима кто-то уехал, кто-то там поехал на дачу, ещё куда-то. То есть, в принципе, может быть, лучше было бы, чтобы это перекрытие района произошло раньше, но по финским меркам для финского правительства даже в течение нескольких дней то, что они это сделали, я думаю, для них с ихними инструментами, с ихними данными это достаточно быстро. Хотя, повторюсь, может быть, надо было это сделать, конечно, и быстрее. Большая часть заражённых, большая часть больных находится в районе Усима, в других, возле, скажем так, Хельсинки, чтобы вы понимали. У меня на районе в 200 километров от Хельсинки ситуация такая, что вчера мне врач сказал, что 9 человек официально, скажем так, имеют коронавирус, показали у них тесты, и они находятся дома, дома на карантине. В каком конкретно районе, скажем так, моего города, эта история умалчивает. Что у меня на районе мы можем наблюдать? Мы можем наблюдать, что в магазине люди чаще начинают одевать перчатки, в масках ходят только китайцы, то есть китайцы-студенты, так в маски никто особо не ходит. Люди гуляют, соблюдают дистанцию, улицы пустые, машин практически нет, то есть такое можно сказать, вот сейчас у нас воскресенье, я иду по улице гуляю, никого нету, и вот всю неделю можно сказать, такая же обстоит ситуация, такая же картинка. То есть обычно все-таки для рабочих дней это, для рабочих дней это, конечно, мало, и, конечно, ни о чем. В магазине народ спитает дистанцию, по панике так, как и у них, которые, как обычно, улыбаются. Я иду в магазин, мой малыш чихнул, и вот народ немножко напрягся, и у меня пошли в сторону. То есть, конечно, ситуация, мне кажется, наваляется, и когда будет большее количество смертей, и это придет в регионы, то, я думаю, паника и все еще только начнется. Относительно магазинов, продуктов, все продукты есть, может быть, за редким каким-то исключением каких-то продуктов нету, но это не смертельно, они периодически все-таки пополняются, то есть какого-то дефицита, продуктов нету, обвала нет, туалетная бумага, как покупается в большем количестве, также магазины завозятся, то есть нету в одном магазине, пошел, купил в другом магазине. То есть, такого вот прям сумасшедшего чего-то нету, полки набиты продуктами по такой же цене. Есть люди, которые тележками там покупают по 3-5 десятков яиц, еще достаточно так в большом количестве. Вот, что еще сказать? Ну, пока, пока у меня на районе, как бы так, тихо. Протрулировала вчера полиция, они ездят, смотрят, наверное, чтобы народ не собирался в какие-то большие компании. Многие мои знакомые остались без работы, потому что не работают рестораны, не работают отели, и многие получают, скажем так, зарплату из кассы, из профсоюза, то есть это где-то 70% от зарплаты, если они в такой, как бы, состояли. Вот, ну и, конечно же, экономика, экономика пишется, конечно, рухнет, и потом еще неизвестно, как долго она будет восстанавливаться. Но в целом, в целом вот такая вот обстановка, дистанционное обучение, конечно, дистанционное обучение и работа осуществляется, но это достаточно тяжело, потому что у многих есть дети, и детей в садик не водят, а сами понимаете, неизвестно, куда их девать. Конечно, много всяких шуточек, и кто-то, несмотря на карантин, все-таки планирует отдавать детей в садик, чтобы какая-то была возможность работать дома. В садик отдавать можно детей, но не рекомендую, все-таки так. Такие вот дела, вот такая обстановка на данный момент.